Я рад приветствовать охотников и охотниц на нечисленной канале Дамако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Darkest Dungeon. Ну давайте, друзья, пойдем на нового босса. Это будет свиной бог. На свиного бога мы пойдем. Дадут нам какую-то палку сопротивления оглушению. Кстати, хорошая вещь. Плюс 10 уклонения. Мне нравятся предметы вот эти трофейные. Они не дают никаких негативных последствий и всегда положительные, отличные причем, положительные. Один из которых нам поможет в будущем на мокрой команде, там, или как она будет называться. Вот этот вот, например, урон против нежити и против нежити. Там нежить как раз босс и нам будет легче побеждать его. Давайте пойдем уже на вот этого вот свиного бога. Соберем пати. Ну, точнее, мы уже ее собрали. Пойдут у меня такие ребята. Это будет оккультист, арбалечица, собак, собачник и прокаженный. Постараемся пройти именно ими. Давайте я наберу, наверное, 4, возьму. Возьму, кстати, с собой бутылки штуки 4 сразу же. Я понимаю, что оно не сильно, наверное, надо будет на свином боге, потому что, как такового-то он ничего там, кровотечения и тому подобное он не вешает. Поросенок оглушает и от этого бутылка не поможет. Я так думаю. Но мы все-таки возьмем на всякий случай, а вдруг? Все равно пропью я перед входом и мы будем счастливы. Так, 4, 4. Давайте лопат штуки 3 возьмем и пару ключей. И хватит. Думаю, от этого вполне достаточно будет. Можно, в принципе, еще закупиться. Взять, например, еще лопату или взять, например, один бинт, одну траву, еще и одно вот такое вот. Ну, на всякий случай. Ключ оставлю, лопату еще одну возьмем. Неизвестно просто, куда нас закинет. Вот такой вот этот чувак. Ну, типа, мол, мяса достаточно было. Не козлиный ли козел? Козлиный, козлиный. Смотрите, как у нас интересно. Раз, два. И, возможно, либо здесь, либо здесь получается. Так, вот так, вот так до сюда дойдем. Здесь лагерь, хоп-хоп. Отлично. Отлично нас закидывает игра. Мне это очень нравится уже. Давайте пойдем. Надеюсь, Темникус нам здесь... Ой, иди нахрен, короче. Я тебя ненавижу. Вот так тебе проклинаю крестом. Тебя святым прошу. Тихо, ловушка. 95, 60, 85 и 70. Ну, естественно, ты. Пока у нас стрессы только у одного совсем чутка. Надеюсь, тут не Темникус припрятался. Ну, паскуда у меня последнее время преследует. Я два раза ходил, два раза Темникус приходил ко мне в гости. Вот, пожалуйста. Только, пожалуйста. Пожалуйста, только не себя кушнягу. Так, стресс. Ну, стресс ладно еще. Переживем как-нибудь. Не Темникус. Хе-хе-хе-хе-хе. Попались? Ща я вас приголублю. Иди сюда. Комера. Еще кританул вообще как бог просто. Так, ну, тобой мы, наверное, вот этого дядьку стрельнем. Тобой мы, наверное, эту тетку погрызем. Да какого ты... Хотел потом двойным... Да... Ну, пипец. Вот вы уворотливые твари, блин. 35 уклонения. В принципе, не кислое уклонение-то у меня. Блин, нормально. И метку еще на меня, да? Ну да, они здесь очень сильные. Согласен. Враги здесь... Конченые. Я забыл, какие они просто. Знаете, я долго не играл, как бы, ну, прошло время, да, определенное. Я не играл какое-то время. И я забыл просто, насколько они конченые. Они конченые вообще. Просто конченые. Называйте их просто конченые. На пороже, тварь. Да успокойся ты! Цепилась до нее. Но она будет меня глушить, это 100%. Ну, ее точнее всего. Офигеть! Первый бой у меня практически фулл стресс. Как вам такое? Если она не справится, если она подастся паранойей какой-нибудь, это все? Это хана? Да. И вот, а ладно, что если бьют-то? Не страшно. Мы сейчас... В случае чего... Прохилимся. У него есть хил, это нормально. А заодно и поднимем резисты. Отлично похилил, кстати. Так, давайте саданем. Я все-таки добью этого парня. Промах. Попадают? Они хорошо, конечно. Что тут скажешь? Оп, отлично. Немножечко страста с ними. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Да, моя дорогая, да. Ты у меня полный пипец. Что тут скажешь? Понизим и погнали. Сейчас будет драка. Так, о-о-о, вот это вообще опасно. Сейчас если я первый ходить не буду и не убью эту свинью с одного выстрела, это будет просто... Да. Как ее убить-то с одного выстрела, если у нее столько... Так, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Блин, а? Где звучи? Так, метку сейчас повесит. Уходим в защиту. Чтоб всяких хренопения не было. Тормози, тормози. Ого-гошечки. Успокойся. Все равно критануло. Сколько у них у всех? 35. Это так много, пипец просто. Каждый бой это еще болезнь. Вообще супер. Просто шикарно. Каждый бой это просто какое-то адовое испытание. Я не знаю. Вот прям, вот прям адово-адовое. Блин, надо было брать с собой антияд, короче. Я отплочу понял. Блин, наконец-то. Хер попадешь. Вот честное слово, просто не попасть. Молодец. Добьем уж этих, ладно. Потом уж будем на этого козла. Конечно, сейчас стресс она кинет. Она вот сейчас у меня войдет в состояние. Но если она не пройдет испытания, ну все, это пипец. Я хрен его знает, как мы будем бога проходить, этого свиного. По мне так это нереально. С таким количеством стресса. У них вообще жизни так много стало. Вот жизни до хера. Я дамажу, как вот, я не знаю, пятый уровень прокачки. Все полностью. Пятого уровня. И они дамажат по 9. Ну, как-то странно, блин. Меня пробивают, как тварь просто. А они дамажат по 9. Так, это, по-моему, просто предмет. А, нет. Это не просто предмет. Меня что-то сняли. Я хрен его знает. Мы, походу... Оу, оу, оу. Давайте оставим. Давайте оставим. Уклонился. Молодец. Давай разведку. Ну, дай разведку. Отлично. Разведка пошла. Где босс? Босс внизу. Отдыхаем. Да. Все очень так себе. Все это от того, что вот, пожалуйста, вот эта вот дамочка у нас наловила столько говна, что мы теперь не знаем, что и делать. Трусость, это вообще не очень. Ладно, 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 ладно. Давайте не будем грустить сразу. Шанс разведки. Нам это не надо. Урон от стресса. Нам это пока не надо. Ты что? Мы, кстати, все под стрессом, под лютым причем. Это очень забавно. Так, давайте поедим, наверное. Предлагаю поесть. Тем самым поднимем ХП. Так, ты что мне предложишь? Только герои сопротивления, кровотечение, сопротивление. Ну, короче, полностью сопротивление. Снижение стресса на 25. Все спутники повышения стресса на 5. У тебя что? Снижение стресса. Урон от стресса. Минус 10. Давайте снизим. Что-то мы просто нахватали. Так, ты, короче, я так помню, что ты... Повышение стресса на 15. Один спутник. Урон на 20%. Давайте повысим ему. Все спутники лечения. Только герои. 10 дальнобойные навыки. Ее бесполезно. Она ничего сейчас нельзя. Все спутники. Две скорости. Да. Только герой сопротивления, кровотечение. Так, это все я уже знаю. Снижение стресса на 25. Что же еще взять? 4 очка у меня есть. 4 очка. Снижение стресса... На 20. И у нас остается... Два очка. Нет, нет. Ничего страшного. Так, теперь... Теперь мы спим. Возвращаемся к бочке. Берем на бочке баф. Там, по-моему, яд нужен. Блин, там антияд нужен. У меня нет его вообще. Да, и баф, походу, мы не возьмем. Но попробуем тогда просто так взять. Ладно. У меня еще... Болезнь на ком болезнь висит? И что за болезнь? Надо хоть посмотреть. Так, не на тебе. Понос. Уклонение. Макс хп. Минус 10. Ладно, спим, короче. Что тут остается делать? Надеюсь, там никто не придет. Да, все спокойно. Слава богу. Так, давайте-ка я... Схожу вот сюда. Так, фу. Слава богу, что спокойно все. Так, на кого повесим? На нее, интересно, ляжет? Вот на нее, интересно, ляжет бочка? Или она, короче, уже вообще бафаться не может? Ну, попробуем все-таки. Попробуем. По-моему, там просто надо не... А, нет, нет, нормально все. Да, урон на 30, отлично. Так, отключаемся, погнали. Ну, стресса, конечно, дофига. Это 100%. Стресса просто дофига. У меня, кстати, все хоть способности, которые мне надо стоят. Да, вроде это стоит способность. О, это и стоит способность, да? Да, стоит. И остальных тоже. Есть подхил. Так, поели. Еще бочка, отлично. Так, дружище, у тебя на 20 вроде урон есть, да? На 4 битвы. Может тебе повысить? Урон от стресса, скорость. Потому что у него тоже бы не мешало. Урон, мимакс хп, урон от стресса, одержимость вещами. Давайте, наверное, ему повысим. Потому что надо, чтобы все были у нас под уроном. Это было бы очень хорошо. Отлично. Так, у нас еще косточки есть собачьи. Тоже надо не забывать. Погнали. Вот и сильной бог. Приветствую тебя. Так, сразу же пошла херня. Так. Я забыл бутылки выпить. Забыл выпить бутылки. Пьем сейчас. Так, сейчас у нас кто ходит? Колдун Молдун, да? Колдун Молдун. Метку. Основление. Успокойся, свинья. Так, ладно, понятно. Это все ясно. Дальше ходит она. Скидывает. Метку. А, я забыл. Да, получается, теперь у меня арбалечится вообще бесполезно. Она ходить даже не будет. Пьем бутылку. Я забыл, кстати. Эта тетка пьет бутылку пить. Да ну, ну ты чё, пёс? Чё у тебя уклонение такое дикое? Критану. Так, пьем бутылку. Едим косточку. Атакуем. Потихоньку, потихоньку. Я думаю, расковыряем моего. Отлично, просто. Я на эту тварь специально повесил от оглушения. Сопротивление оглушения 20%. У меня такое чувство, знаете, что вот у этой игры реально она троллит меня. Вот чисто тролль. Игра тролль. Она, короче, я вешаю на тетку воодушевление духовное. У меня всех воодушевления у нее нет. Она у меня там в панике. Даю этой тетке защиту от оглушения и ее оглушают. Что за фигня вообще происходит? Я ни хрена не понимаю. Чувак, ты вообще меня расстраиваешь. Ты хилишь очень плохо сегодня. Очень. А ты мне нужен. Блин, а на хрена я хилил? Надо было урон понижать. Я хилю. Ты достал уклоняться? Упырь. Так. Опять бы пытаться оглушить. Оглушил. Так, я хожу, главное, этой теткой. Да, вот это, конечно, вообще не очень. Конечно, она стреляет больно, я согласен. Но, блин, сейчас же он метку повесит и все. Приплыли. Давай на него еще раз. Понижай. На 44. Вот это хорошо. Вот это крит. Вот это крит. Пипец, на 80% я ему урон снизил. На 80%. Это как понимать? Я ему на 80% урон понизил. Он мне бьет на 21. Выхерели что ли? Я понять не могу. Ну ладно, хоть на троечку. Блин. Долбанул. Сопротивление. Отлично. Я просто, вот честно слово, не знаю просто, насколько, что ему делать, этому типу. Потихоньку-то ковыряет. Так, что же делать? Что же делать? 100! Еще охренеть, еще 100 урона. 29. Не знаю, если вообще все прожмутся, я попаду, интересно, нет? Ну, то есть убью. Нет, один остался у меня, всего лишь герой. Так что нет, наверное, не будем рисковать. Очень боюсь я за собача, потому что собача, боюсь, прикончат. Так, это ладно, фигня, не страшно. Сейчас будет кричать. Крикнул сопротивление. Мы опять вешаем метку. Он опять вешает на двоих. Мне, походу, сейчас этот чувак начнет уже при смерти. Да, у него при смерти, зашибись. Да твою же, а! Ну, что ж ты делаешь, Ирот? Пожалуйста, только дайте я схожу. Так, отлично, убили. Убили, убили. Ну, мы можем умереть просто. Вот на раз. Так, сопротивление. Одного оглушил. Нет, 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 нет. Твою мать! Мелкий ублюдок, а, вот. Сраный упырь. Ну, пипец, еще просрали одного бойца. Причем, кстати, хорошего. Слышь, хватит танцами показывать. Ну, доходи, ты уже. Пипец, блин. Ты сдохнешь, нет? Вот мои герои, честное слово, мои герои так уворачивались, как они уворачиваются с 38. Я до этого ходил, у меня было героя, у меня воровка, у него было 43. 43 или 40, вот. 43-48 я давал при помощи этого, как его звали-то? Не авантюрист, а... Короче, чувак, который золото добывает. Пипец, убили мне одного героя, но... Красавчики, чё вам рассказали. Вот и все. Сраная... Сраный поход удался, называется. Мне еще один собачий есть, пятого уровня. Блин, этот полностью прокачанный. Пипец, короче. Зашибись. Ну, что тут скажешь? Бывает тогда уж. Чё тут сказать? Настроение, конечно, не из лучших вообще после такого. А полностью, да? Ну, давайте что-нибудь тогда снимать, что ли. Что-нибудь... Ай, ладно, потом займусь, сейчас настроение совсем не то. Охренеть, взяли и убили моего героя. Охрененного героя убили. Да. Обидно. Третьего уровня возьмем, чё. Надо было его просто выхилить, наверное. Просто надо было похилиться. И все. Не надо было торопиться. Ну, блин, я не ожидал, что свинья реально сраная вот эта мелкая тварь, короче, продамажит так. Хотя, в принципе, она дважды атаковала. Я думал, что я схожу, потом будет ходить оккультисты. И после оккультиста, как бы, я думаю, я захилю. А получилось так, что сходил, как бы, я сходил, убил. И после этого сразу мелкая тварь, короче, начала ходить. Причём два раза подряд просто. Бам-бам, всё, короче. И мы такие сидим и смотрим, как наш герой умирает. Ну, я думаю, что, в принципе, это, наверное, для этого на данный момент, на данный момент прохождения это норма. Я не скажу, что прошёл хорошо. Вообще не скажу, что хорошо прошёл. Реально, нам досталось нихреново просто. У нас всего лишь две драки было до похода, до этого, до короля, этого бога свиного. И вот, пожалуйста, две драки. Мы просили практически. Один герой полностью просел по стрессу. Другие нормально просели. И всё, последний бой, и мы, пипец, короче, пострадали плотно. Я говорю, я каждый раз хожу сюда, я понимаю, насколько жесть просто. Вот всё, что до этого было, вот всё, что там, до этого какие были уровни, там, ветеран, херня это полная. Вот просто херня. Вот ни о чём вообще. Просто тупо ни о чём. Вот всё самое жёсткое начинается сейчас только. Я не знаю, как там на НГ+, как там будет, как там играется эта новая игра. Как там, с какого момента она начинается. Я даже пробовать не буду, потому что настолько нервно, что нахрен оно мне надо. Мне своих нервы дороже. Но реально, вот разница между вот этим уровнем, который сейчас происходит, и тот уровнем, который был до этого, просто пропасть гигантская. Каждый уворачивается по три, по четыре раза за бой. Мало того, что уворачиваются, по ним ещё фиг их пробьёшь, они жирные, как не знаю кто. Защита у многих охрененная. Ну, просто звери, звери конченые. Я даже не знаю, как себе бафать на то, чтобы я мог хоть как-то проходить нормально, потому что я вроде ставлю на 25 повышения дамага героям, да, ставлю предметы, айтемы. Фигня вообще не помогает. Не пробивают они нормально, просто не пробивают. Ну, не знаю, посмотрим, короче. Следующий босс будет, я не знаю кто. Его надо ещё открыть, потому что, как вы сами видите, у меня не открыты локации. Вот, наверное, буду морскую открывать, бухту до сирены. Или чащу придётся... А, ведьму мы убили. Нам бухта осталась. Бухту надо открыть, короче, до шестого уровня, чтобы появился новый босс. А потом открывать ещё вот эти все уровни, чтобы остальные четыре открылись. Неприятный, неприятный, скажу, поход. Вообще неприятный, прям осадок остался жёсткий. Ну, ладно. Прошли, тоже неплохо. Будем качаться дальше, посмотрим. Вот, видите, у меня ещё собачник один есть. Но он не прокачанный. Он четвёртого уровня, мы всё надо качать до пятого. Вот, полностью был на фуллах. Ладно. Что? Вот такой вот поход. Надеюсь, что вам хоть как-то понравилось. Если это так, то ставьте, комментируйте, делитесь и подписывайте, ребята. А также вступайте в нашу группу ВКонтакте и добавляйте плейлисты. Все ссылки есть в описании. А с вами был Станислав. Всем спасибо за внимание. Я вас всех обнимаю, дорогие друзья. Спасибо за поддержку заранее. Всем пока.